Положительно думая о возрасте, вы перестаете стареть. Люди чувствуют себя наиболее счастливыми в начале и в конце жизни. Богатые против бедных, черные против белых. Мы воспринимаем возраст через призму потерь. Все создано для того, чтобы одним мог управлять другим. То есть это вопрос власти и денег. Вы знаете, это статистика. Молодому найти работу гораздо легче, чем старшему. Эйгизм, то есть это стереотипирование определенного возраста. Лучше всего в возрасте это не деньги, а социальные связи. Одним словом, эйгизм влияет прежде всего на женщин. Как говорится, разделяй и властвуй. Начнем со слова старый. Что за слово такое? Не знаю, как вы чувствуете себя, произнося слово старый. Мне это было произносить про себя не совсем приятно. Поэтому мы самые страшные страхи, что я буду в каком-то, не знаю, доме для престарелых. И вот все вот такие образы традиционные, знаете. И никто не хочет оказаться в доме для престарелых. Знаете, в США людей свыше 65, которые в итоге оказывают в доме престарелых. Знаете, сколько сейчас? Которым требуется забота и так далее. Всего 2,5%. Всего 2,5% Есть люди, которым за 80-85% там всего 2% из них попадает в дом престарелых. То есть основная масса до самого конца живет с семьями. То есть и семья о них заботит. Следующее неприятное слово это деменция. Кстати, извините, у меня нет глобальной статистики, но в США, например, на Западе, вы знаете, сейчас все переживаю по поводу деменции. Но по факту, если вы возьмете те самые 2,5% людей, которым требуется помощь, а 9 из 10 этих людей, кстати говоря, ничем не страдает. То есть когнитивно с ними все в порядке. Альцгеймер, деменция, все это ужасное заболевание, тем не менее. Но они нетипичны для старости. И не тождественной старости. Даже по мере старения, пока население, все равно уровни деменции падают. Они растут. Иногда мне кажется, что я как бы в зазеркале таком. Да, не в том смысле, что наши страхи относительно старения не обоснованы. Но почему-то никто не хочет говорить о хорошем. Все говорят только о плохом. И о том, что на самом деле совокупно количество кейсов, заболевания Альцгеймером, деменции все время падает. То есть вероятность того, что те, кто слушает сейчас, меня состарится и заболеет Альцгеймером, все ниже и ниже. И на самом деле реальная эпидемия – это страх Альцгеймера, а не Альцгеймер. И почему страх – это плохо для организма, об этом мы и поговорим. И, кстати говоря, помимо всего прочего, не забывайте о том, что примерно 20% людей сделали так, что вообще с ними нет никаких проблем. Есть люди, которым по 90 лет, которые умнее нас всех. Вопрос, что такое, то есть почему они думают лучше, чем мы, то есть у них прекрасная память и прочее, что они такое сделали, да, что за лайфхак такой. Короче говоря, все это хорошие новости для всех вас. И, собственно, как изначально у меня не было ни степеней, ни знаний, ничего. И я считал, что вообще люди старые, как правило, поскольку они старые, они в временной депрессии, у них все болит, они скоро умрут, оказывается. Люди на самом деле абсолютно счастливы. Называется Ю кривая. Знаете, она похожа на американскую букву Ю. Это странная статистика, но оказывается, что люди чувствуют себя наиболее счастливыми в начале и в конце жизни. То есть не нужно быть буддистом или миллиардером, чтобы быть счастливым. Вот это кривое счастье, когда ты счастлив в начале своей жизни и в конце своей жизни, влияет на всех. Это международная статистика. Короче говоря, будучи скептиком, я была скептиком, мало-помалу я начинала менять свою точку зрения. Я поняла, что на самом деле зрелый возраст, это точно не то, о чем я думал, и гораздо лучше, чем все те ужастики и пугалки, деменция, подгузники, невозможно сходить в туалет самостоятельно и прочее, прочее, прочее. И вы знаете, мне, кстати, 70 сейчас, так что все в порядке. 70, я вас уверяю, проблем никаких, я чувствую себя совершенно прекрасно. Все в порядке, деменции нет, так сказать, оптимизм только растет. Короче говоря, я хочу честно сказать, что вовсе не означает, что стареть легко. Все мы переживаем по поводу того, что с нами будет, может быть денег не хватит, еще что-то заболеем чем-то, или останемся одни, или еще какая-то проблема, это все может быть. Но, кстати говоря, быть молодым тоже нелегко. Кто сказал, что молодежи здесь легко? А кому сейчас легко? Поэтому не стоит, скажем так, слишком накручивать себя, будь то молодой, среднего возраста, или наоборот, в зрелом возрасте. Это вопрос культурный больше, чем фактически. Поэтому мне бы интересно было послушать ваши вопросы, после того, как это все воспринимается вообще в вашей семье и в Центральной Азии. Вообще на Западе мы воспринимаем возраст через потери, через призму потерь. Та, что типа с возрастом ты что-то теряешь, да, ну, этому более очевидно наблюдать. Но опыт-то отличается, люди корректируются, то есть жизнь остается значимой и стоящей того, чтобы жить. Так вот, я представляю университет Шенов Хопкинса. И знаете, я помню, как один известный ученый сказал следующее, и он сказал, я запомнил это, у него была такая, что это мексиканская поговорка. Вот, вообще, дело в том, что, когда ты смотришь за битвой быков со сцены, то это не то же самое, что смотреть, спустившись в арену. Понимаете? Поэтому, когда ты видишь какого-то старичка с тростью, ты думаешь, боже мой, ни в коем случае, я лучше умру молодой, чем стану такой старухой. Понимаете? Но теперь мне 70 лет, и у меня нет никакой тросточки, у меня все в порядке, понимаете, все гораздо лучше, чем я думала. Это совсем не так страшно. Так вот, и когда я пересмотрела свои субъективные накрутки, оказывается, знаете, конечно, никто не хочет даже до 100 лет. Но те, кто не хотел даже до 100, сейчас уже в возрасте 90 лет. Понимаете? То есть, есть даже профессия врачей, которые заботятся о очень старых людях, так это 80-90 и 100 лет. На самом деле, помните, что мы все уникальны. Допустим, вы знаете, что на самом деле у 18-летних гораздо больше общего когнитивный физик, чем у 70-летних. Пороче, 70-летние люди, знаете, у них тоже есть, конечно, свои какие-то общие черты и так далее. Но чем дольше ты живешь, тем больше ты отличаешься от других. То есть, старики – это не единая категория. Они все очень разные. Так почему же мы так боимся на Западе стареть? Причина, на самом деле, это то, что называется «эйджизм». Вот, я не знаю, как это перевести на русский, но это такая концепция, знаете, вот «эйджизм» от слова «возраст», то типа «возраст» – это как вот «расизм». Есть «расизм», «сексизм», «шовинизм», «эйджизм». То есть, это стереотипирование определенного возраста на основании каких-то штаммов. Короче говоря, и когда мы говорим, ну ты слишком стар, да, таких мы не принимаем на работу. Какая разница, сколько мне лет? Ты посмотри, кто я, или ты слишком молод? То есть, «эйджизм» идет как вверх, так и вниз по шкале. Ты слишком молод, слишком стар, слишком то, слишком все. То есть, это любое предвзятое осуждение в отношении человека или группы людей, исходя из их возраста и возрастной категории. Так вот, суть не в биологии, суть в силе и власти. Все – сексизм, расизм, гомофобия и прочее, прочее, прочее – это социальные конструкты. То есть, это все создано для того, чтобы один мог управлять другим. То есть, это вопрос власти и денег. Так, всегда, в предыдущей презентации мы говорим о том, как мы используем ум для конструирования реальности, да, что мир не физический. Мы его делаем физическим в самом уме. То же самое здесь. То есть, социальные концепции, которые, по сути, являются искусственными. То есть, мы создали нашу социальную реальность вместе. Она соткана из наших мыслей. Это все меняется, и она служит определенным целям. Социально-экономическим предрассудки не в том, какие мы, а в том, как мы видим себя, как другие видят нас, и в том, как люди, у которых есть власть, хотят, и что они хотят делать с такими, как мы. Короче говоря, везде всегда в корне стереотип. Так или иначе, что есть определенная группа людей, которые все одинаковые, всех под одну к ребенку. И вот даже не возраст, а то же самое. Потому что чем мы старше, тем меньше наш возраст говорит о том, что мы можем. Правильно? Чем мы интересуемся физически, когнитивно, эмоционально и так далее. Короче говоря, предрассудие сталкивает людей лбами друг к другу. Поэтому богатые против бедных, черные против белых и так далее, и так далее. То есть, это разделяет людей. И в итоге мы бесконечно спорим о том, кто прав, кто винов, вместо того, чтобы объединиться и сбросить статус-кво. Правильно? Как говорится, разделяй и властвуй, что они делают с нами. И как часто мы слышим этот язык здравоохранения. Зачем тратить деньги на стариков, когда можно потратить на молодежь. Слышали такую фразу? И так далее. Поэтому всегда есть те, кто выиграл, те, кто проиграл. Короче говоря, это неэтично и незаконно. Да? Распределять ресурсы по полу, возрасту и еще какому-то призму. Сказать, что жизнь молодого человека ценнее, чем жизнь старого человека. Это неэтично. О том, что вы будете всех разделять, это очень означает, что это будет нам на пользу. Потому что люди, при том, что они стареют, а если человек в старом возрасте, ему нужны определенные услуги, парки и так далее. И не думайте, что только старички сидят на скамейках. Нет, а как насчет навалидов? А как насчет молодой пары, которая хочет посидеть в парке на той же скамеечке? То есть эта инфраструктура полезна для всего общества, а не только для стариков. Короче говоря, не забывайте о том, что нам всем свойственен эйджизм. Да, мы не рождаемся предвзятыми, но мы становимся предвзятыми. Поэтому, так или иначе, будь то отношение к вашему полу, цвету кожи и так далее, так далее. Вы знаете, это было в Америке и так далее. И потом вдруг это откуда-то у нас начинает сливаться с телевизора и так далее. Все смотрели, да, Дисней, да. Вспомните, как в мультиках, правильно, морщинистые старики и старухи, ведьмы и так далее. Ого, как плохо быть старыми, да. И мы, старики, сами себя корим больше всех. Потому что мы продолжаем думать о себе такими же штампами. Но на самом деле нет такого, что ты должен быть таким-то или таким-то, потому что тебе столько-то и столько-то лет. Это первый шаг. То есть вы должны изучить поведение, посмотреть на вещи такими, какие они есть. И, к сожалению, это нелегко. А особенно в отношении ценностей это некомфортно и неприятно. Плюс, например, можно взять, например, маленького слоненка и привязать его ниточкой. И что вы думаете, эта ниточка, если она убедит маленького слоненка, что он не может вырваться, потом большой слон, который может разворотить всю эту цирковую палатку, стоит привязанной этой тоненькой веревочкой и не шелохнется. Понимаете, вот это сила стереотипа. Короче говоря, очень важно избегать суждения. Очень важно все это делать правильно, грамотно. И вообще понимать, что это поведение укоренено в стыде. И при этом в возрасте нет ничего постыдного. И при всем этом, это все покрывает дискриминацию. В частности, работа. Вы знаете, что мы живем дольше, следовательно, какая разница, сколько тебе лет, если ты можешь выполнять работу. Правильно? То есть, тем не менее, даже несмотря на то, что не хватает труда и активного усиления, все равно, да, если вы старшего возраста, вам тяжелее найти рабочее место. Вы знаете, это статистика. Молодому найти работу гораздо легче, чем старшему. То есть, чем более вы позитивны в отношении возраста, тем лучше и дольше вы проживете. Вот так. И самое интересное, что положительно думая о возрасте, вы перестаете стареть. Вот так. То есть, по сути говоря, мы живем в безвозрастном мире. То есть, все ваше старение, оно у вас на устах и между вашими ушами. По сути, вы стары лишь настолько, насколько стары ваши воспоминания. И тем самым, думая о себе так, вы становитесь подвержены всем тем опасностям. Опять-таки, да, какие-то органы отказывают, то да сего. Много чего может произойти. Но вот эти страшилки делают все лишь хуже во много раз. Одним словом, эйджизм влияет прежде всего на женщин. Я думаю, что я вас не удивлю, что женщины стоят на перекрестке. Сексизм, эйджизм и другие измы, двойной стандартной работе. Женщинам тяжело. Женщинам тяжелее, чем мужчинам. Вы знаете, нас наказывают за то, что мы состарились. И если ты женщина, да еще и в возрасте, значит ты, типа, должна конкурировать и прочее. Вот. И там женщины начинают понижать в классе. Это форма расизма и сексизма. И, конечно же, женщины начинают... Женщины начинают сталкивать друг с другом. Что еще хуже. Поэтому эйджизм, сексизм и другие измы влияют на положение женщин, на их благосостояние, на их здоровье. Именно поэтому все самые бедные, самые больные, это кто? Правильно, цветные женщины. Они быстрее всех старятся и больше всего стареют. Ну, конечно, если вы скажете, старые, значит ужасные, отвратительные и так далее. Это все начинает правильно. Молодые девушки себе делают инъекции ботокса, чтобы не было ни одной морщинкой. О, боже мой, у меня уже 30, все, жизнь закончилась. Понимаете, эта система эксплуатирует, как стервятник. Да, о нашей слабости. Поэтому не будьте жертвы этого, пожалуйста. Помните, это работа на всю жизнь. И мы должны дружить с разными взрастами. Можно учиться и у молодежи, и у престарелых. И помните, что вся эта стигма абсолютно искусственна. И помните, что это не высечено в камне. Поэтому просите помощь. Например, в Индии, вы знаете, большинство стариков живут в семьях. Это совершенно нормально. И молодежь заботится о старых, вплоть до конца их жизни. Да, и так далее. Поэтому я думаю, что США могли бы поучиться в Индии. В США ситуация хуже всего в плане того, что каждый хочет быть индивалистом. Хочет быть сам за себя. Но когда вам нужна помощь, опять-таки люди любят помогать. Поэтому просите помощи. На всем нужна помощь. Каждому нужна помощь. Нам нужна помощь не только, когда ты сломал ногу. Нет, нам нужна помощь. Не только нужно позаботиться о ребенке или что-то еще. Нет, нам нужно учиться просить помощи. Потому что всем нужна помощь. И нам нужно учиться отдавать без стыда. И воспринимать без стыда. Поэтому дружите с разными возрастами людей. Вы знаете, что лучше всего в возрасте это не деньги, а социальные связи. Люди вокруг тебя. И вы знаете, что социальные связи отпадают со временем. И поэтому, если у вас не будет хороших связей, ищите их сейчас. Выстраивайте социальные связи. Тем сарамом возраст и старость для вас будет гораздо приятнее. Вы можете обращать там, сформировать группы по интересам. Там кружок музыки, кружок садоводства, кружок еще чего-то и так далее, и так далее. Поэтому помните, не только гендерное, но возрастное равенство. Равенство – это такая же борьба, как и любая остальная социальная борьба. Каждый имеет право состариться достойно. Знаете, Одри Лорд поговорил о том, что на самом деле наша жизнь сложная. И поэтому борьба наша тоже сложная. Это не просто, о, вы боретесь против старости. Нет, это комплексная борьба. Насладываются разные измы. И это комплексная борьба. Активизм, как правило, это комплексное явление. Какой бы ни была природа изма, мы должны с этим бороться. Вот, и таким образом мы сможем создать достаточную критическую массу, чтобы покончить с астротизмом в отношении возраста. Мы все стареем, а эйджизм – это предрассудок. И это чисто социальная конструкция, которая преследует нас с самого раннего возраста всю жизнь.